18 мая 1944 года. День начала депортации крымских татар. Один из самых трагичных эпизодов в истории полуострова. Сама операция, проведенная войсками НКВД, длилась всего трое суток, с 18 по 20 мая. Столько времени понадобилось, чтобы под дулами автоматов погрузить почти 200 тысяч человек в товарные вагоны. Но поездка в тяжелых условиях стала лишь первым смертельным препятствием из множества, которые еще предстояло пережить спецпереселенцам. Отсутствие жилья, еды и каких-либо инструментов для обработки земли, шансы выжить на чужбине были минимальны. Уже в первые полгода депортации погибло 30 тысяч крымских татар, то есть каждый пятый представитель этого народа. Это официально подтвержденная цифра, которая фигурировала в отчетах НКВД Узбекской республики. Информация о количестве погибших тщательно скрывалась от населения, и потому крымские татары были вынуждены тайно вести собственную самоперепись. По ее данным, к концу 60-х погибло 46% от всех депортированных. В то же время в Крыму выкорчевывается все крымско-татарское. Туда заселяют жителей других регионов СССР, преимущественно из России и Украины. А крымско-татарские топонимы переименовывают. Даже смерть Сталина ничего не меняет. Крымским татарам запрещено возвращаться на родину до 1989 года. После возвращения домой в Крым крымские татары прилагают много усилий для увековечивания, памяти жертв депортации. Годами замалчиваемая тема наконец-то подымается, чтобы уже навсегда остаться в фокусе общественного внимания. Последние годы самым важным событием в деле сохранения памяти о депортации и ее жертвах становились ежегодные многотысячные траурные митинги в Симферополе. Но после аннексии Крыма российская власть чтить память невинно убиенных запретила.